Дорогие гости Как она называется, честно говоря, не знаю. В эту игру играли посетили у Камина сестры, играли у Стефана, где она играет? Jeopardy. Мама тут помогает. Игра называется «Кто наша мама?». В общем, эта игра посвящается нашей маме. Но я не буду вам задавать такие вопросы, в какой город ездила мама, когда я была 6 месяцев от рода и так далее. Не буду вас мучить. Я старалась составить вопрос таким образом, чтобы вы могли ответить на них, ну, как логично или придумать какое-то окончание. Я вам скажу за смекалку. Вы получите 50 баллов. Если ответ правильный, вы получите 100 баллов. Будем рассчитывать на вашу честность. Каждый стол будет сам подсчитывать свои баллы, сам подсчитывать свои баллы. И в конце мы определим победителя, и, конечно же, вы получите приз. Большое спасибо за помощь. Что бы я из вас сделала? Итак, у нас 4 категории вопросов. Первая категория называется «Детство». Вторая – «Юность». Третья – «Поезда». Потому что мы говорили про станции, про остановки в пути, да, вот это все. Значит, «Поезда». И последняя – «Любовь». И вашему столу, Женя будет подходить по очереди каждому столу, можно будет выбрать одну категорию. У вас будет 10 секунд на то, чтобы придумать ответ. То, что мы хотим, ну, как бы оставаться на расписании, не хотим затягивать это все. И этот стол будет давать ответ. Остальные столы в это время будут писать свой собственный вариант ответа. Если ваш вариант ответа совпадет с тем вариантом ответа, который является правильным, вы получаете 100 баллов. Но спрашивать мы будем ответ только у одного стола «One table at a time». У нас, как вы поняли, 4 на 4 – 16 вопросов, столов у нас 8. Поэтому каждому столу будет предложено два вопроса. Единственное, что каждый стол должен будет выбрать категорию вопроса. Сейчас вы все поймете. Я более-менее нормально написала? Хорошо, первый стол. Первый стол. А, так. Первый стол, пожалуйста. Какую категорию вы выбираете? Вот Светлана держит. Открывай. 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 Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Любовь, конечно. Конечно, любовь. Прекрасная категория. Это моя любимая. Итак. Так. Это уже, понимаете, к сожалению или к счастью, папа уже сказал. Значит, где было первое свидание родителей? В Антарке. В Антарке. В Антарке в церкви. Но это нечестно. Давайте я задам тогда... Мы нечестно. Нет, извините. Но папа уже проговорил это. Извините. А папа. Простите. Нет, нет, нет. Этот вопрос я хотела как раз заменить. В общем, у нас бонусный вопрос, Светочка. Вы, как многодетная мама, наверное, догадаетесь, я надеюсь. Бонусный вопрос, но он сложный. Каждый раз, когда мама уходила из дома и оставляла своих детей дома, она брала с собой маленький проводок. Что это был за проводок? Ваш вариант ответа. На спец. Ну, мы сделаем это. Юля знает. Хорошо. Итак, ответ. Остальные столы вы тоже думайте и пишите. Если вы напишите правильный ответ, тогда вы получите за это 100 баллов. У вас есть вариант тоже поучаствовать. Итак. То, что брало... Проводок. От приставки проводок. Проводок от компьютерной приставки. Итак, все столы, которые написали это, получаете 100 баллов. Итак, следующий стол. Там, где сидит Лена, тетя Люба. Такая категория. А, ну, давайте продолжать вот это, да? Продолжать категорию любви. Итак, категория любви. Подожди, Ладочка, мы еще не это думаем. А, хорошо. Извините. Вот, Ладочка. Какие категории? Какие? Детство, юность, поезда и любовь. Давай, любовь. Ну да, давай, любовь. Как это не любовь. Продолжаем. Итак. Наш папа, делая предложение маме, очень сильно волновался. Это даже повлияло каким-то образом, как бы так правильно выразиться, на его здоровье, скажем так. У вас есть вариант ответа, что случилось с нашим топом на следующий день. Пишите. 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 Ответ предоставляется к тому же столу, кто просил этот вопрос. Я знаю, что вы пишете. Пишите. Пишите. Ваш вариант ответа. Пишите. Что произошло с папой на следующий день после того, как он сделал предложение? Пишите. 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 Странфильд готов? Не готов. Ладно, я пошел туда еще. Я знаю, что с утра это очень интересно. А вы знаете, что это послужило просто таким вот такой оправной точкой? Я стояла у нас и думала, что я не делала? До каких пор я могу это творить? Мне вообще, мне Бог, просто я не знаю, что сделать. Серьезно, это сыграло огромную роль. Пришлось, согласитесь. Итак, следующий стол, там где сидит Людочка, Наташа. Какую вы категорию выбираете? Поезда. Категория поезда. Итак, однажды мы с семьей ехали в поезде. С всей семьей. Мы еще были маленькими детьми. И несколько молодых людей, несколько молодых мужчин не уступали места до тех пор, пока трехлетний Стасик не сказал им, что его папа... Эти мужчины пришли в шок и быстро подскочили и уступили всей нашей семье места. Категория поезда. Наташа, правильно? Наташа? Вау! Вот это я не ожидала, что вы так правильно сказали. Да, он сказал, что мой папа полицейский, и он вводит с большим пистолетом, и он арестовывает всех плохих мужчин, которые нарушают правила. Я не знаю, откуда Стасик это взял, у нас вообще тот самый практический ребёнок в семье, но на тот момент эта мама, конечно, очень успешно проголодела, но эти мужчины быстро встали и уступили в семье места в поезде. Итак, мам, ты помнишь, да? Окей, Стасик не помнит, но это три года. Итак, следующий стол. Там вот этот вот стол, женько, да, передачу, где сидят наши взрослые. Итак, какую категорию выбираете? Ну, дядь Вань, давайте выберите, в какую категорию выбираете? Ну, вот первая, шевеловая. Детство. Прекрасная категория. Итак, детство. Во что мама любила играть с раннего детства? Просе не считывать, как она сильно... В солдатичек. Так, во что мама любила играть с раннего детства? В общем, эта любовь у неё осталась на всю жизнь, по-моему. Но это была, даю подсказку, это была не совсем игра, это была такая игра в жизнь, скажем так. Так, куклы почти. Ну, давайте зачтём 100 баллов, ладно уже. Дочки-матери, но игрушками у неё были её младшие братья и сёстры. Сёстры на то время. Мам любила их одевать, пеленать и всё прочее. Так, ну, вот эта опасная команда, вы знаете, они просто всё про нас знают. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, прям страшно. Проиграем сейчас. Ну, давайте. Кто какую категорию? Поезда. Поезда. Так, поездка дальше. Наша дача, наша любимая дачка. О, у тебя, Надя, это, кстати, сложненький вопросик. Посмотрим, посмотрим. Значит, от точки А до точки Б, от нашего дома на даче, нашей даче до станции пешком добраться было 10 минут. В то же самое время, если человек бежал, он мог добежать за 7 минут. Но папа Александр Степанович, как мы знаем, он очень любил экономить своё время. Всё делал, потому что это последние минуты, да? И он с моей мамой, они изобрели-то какой-то способ, как добираться до станции от дачи за ещё более короткое время, чем 7 минут. Причём мама ему в этом помогала. Что же это был за способ? Потому что, как известно, дедушка выходил из дачи до станции тогда, когда поезд гудел на предыдущей платформе. То есть за 4 всего лишь километра. Когда он делал звонок, дедушка бросал свою грабли, лопаты и... Что он делал? И как моя мама способствовала тому... В общем... Велосипед. А-а-а, велосипед. А что именно? Что это был за способ? Крусбет. Пеналя сила, поехали. Дедушка ехал на велике. А что дальше был сезон? А-а-а-а-а-а-а-а-а. А-а-а-а-а. А игра ехала обратно. Правильно. Я ехала обратно. Так, мамочка маленькая бежала, хватала этот велосипед и надеялась, что... Дедушка? Надеялась, что никто его не вытащит за то время, пока она бежит, в общем-то. Не знаю. А дедушка бросал его прямо у платформы и прыгал в последний... Так? Так. Так, так, так. А что же мы будем делать с этим столом? Тут у нас никого нету. Ай-яй-яй. Все разбежались. Что же делать? А мы тоже отгадали это, кстати. Вы тоже сказали. Тогда поставьте себе 100 баллов. Молодцы. Так, Женечка, следующий. Вот тот 100, да? Ага. Итак, какая категория? Какая категория? Юность. Юность. Итак. Юность. На каком музыкальном инструменте играла мама в церковном оркестре? Молодец. Иван Моголина. Окей, все, кто встал и знают моделины, то пишите себе 100 баллов. Когда этот столь пропустим, да? Давайте следующий. Когда вот этот столь стоит? Уля, тут последний. Давайте последний. Извините. Последний столь. Какая категория? Тем. А на 100. Давай, 30. Она нужна. Три же. Так, Вероника, какая категория? Три же. Здесь появилась поезда и любовь. Поезда. Поезда. Дальше поезда. Вы нам понравились, да? Так. Однажды мама и ее молодежная группа ехали на поезде посещения город Волосова. Кто-то из молодежи скомазывал, что пора выходить в пол. Приехали. Они вышли на этой станции и оказались по поезду в снегу. И при том, тут же обнаружили, что это вообще не та станция. Поезд в этот момент начал уже отчаливать. Что же произошло с молодежной группой? Так, ваш вариант ответа. Прыгивали на ходу. Запрыгивали на ходу или всю ночь шли? Так, мам, что произошло с вашей группой? Владимир Васильевич, моей молодости. У них даже такие причины были. Он просто взлетал. Все быстро карабкались, а там так высоко ступенья. Девчонки коленки решили, вот не заползли никак, не садись. Вот мы как залезли на замок. Почему я даже это загадываю, потому что это наша молодость. Там было так весело, вы себе представите можете. Мы выходали, хохотали, это ладно. Когда мы вернулись в город, мы встали посреди центральной станции метро. Мы так смеялись, все смешнее и смешнее это рассказываешь. Что типа кто-то там лезет его ногой, спихивает его наоборот обратно. А другой парень говорит, а я думаю, почему я их пихаю? А никого не запихнуть, потому что тот их спитывает. Теперь семинар это так забавно. Ну как мы молоды были. Молодцы, мы никого не оставили, в общем. Так, следующий, этот стол, пожалуйста. Какая категория вас интересует? Детство. Детство, окей, замечательно. Детство. Итак, куда мама Ира летала в возрасте шести месяцев и почему? Ну, куда, это не так ваше, не так принципиально, потому что не отгадать логически. Ну, почему она могла в шесть месяцев своей мамой куда-то лететь? Причем без папы. Вот еще интересно. Шесть месяцев. Шесть месяцев мама куда-то летела, в общем-то через всю страну. По-моему, это в Сибири. Да? В Сибири. Ну, раз там папы не было, наверное, к папе. К папе. Хорошо, засчитываем. Сто баллов. Папа был по распределению, был верующий человек, и так как, хоть он был отличник, его по распределению направили работать в Сибирь, а не в Санкт-Петербург. От этого даже у дедушки, у папы, моей бабушки случился аж инфаркт, потому что они просто были настолько... А, бабушки, бабушки. Потому что они не могли это пережить, что они, молодожены, молодая семья уезжали из Венинграда, из Санкт-Петербурга, куда-то в Сибири, еще там, на Кузнецк вообще, там никакой инфраструктуры не было, еще было сложной жизни. Там как раз должна была появиться на свет мама, но бабушка прилетела в Санкт-Петербург, там родила мою маму, чуть-чуть подняли, подняла ее, и потом, когда бабушка уже была готова, они приехали обратно к дедушке в Сибирь. Так, следующее слово. Какая у вас категория? Ну, вы молодцы, отгадали, вообще удивительно. Как эти номера? Детство, юность, поезда и любовь. Юность, чему наша мама так и не научилась за всю свою жизнь. Ты сама не знаешь, знаешь? Вот сейчас знаешь. Большая ответа. Плавать. Плавать. Плавать! А почему кто-то сейчас? Плавать. Трудно догоняться, потому что, на самом деле, наша мама очень любит воду и может там проводить просто часы. Даже была такая история, когда мама была на озере, и к ней подплыл Валерий Лазаревич и сказал, «Ирина Александровна, я, конечно, ничего против не имею, но вы уже четыре часа не работаете. Она не удачи». Так, наверное, не родной. Так, стрелька. Стирка. Вот такой случай. Валерий Лазаревич. Валерий Лазаревич. Так, кто написал в своей бумажке плавать, вы все можете себе писать стоп. Так что вы участвуете тоже, даже если другой стул отвечает, вы участвуете, если будет. Так, следующий стул. Любовь. Любовь, любовь, любовь. Какие цветы подарил папа, когда он сделал маме. Точнее, нет, когда он понял, что мама ему скажет «да», зачем тратиться в радость, если вопрос не решен. Но когда мама ему сказала, что давай встретимся, я дам тебе ответ, то папа понял, что, наверное, раз мама хочет встретиться, тогда, наверное, стоит все же подарить хороший букет цветов. Извините, папа у меня очень жертвеный и щедрый. Итак, какие цветы подарил папа и что было необычного, связанного с этими цветами? Что не было необычного? Это был месяц. Это был август. Август, я не знаю. Это тогда розы. Простите, июль, июль. А вы забыли? Так, ваш вариант ответа. Мы думаем, что это были розы, которые сам он сорвал. Это были розы. Вы можете получить 50% ответа, 50 баллов. Это были розы, но необычные. Они были очень большие, конечно, красивые, но они очень долго стояли. Мама говорит, что она никогда в жизни не видела таких цветов, которые стояли просто несколько недельцев. Становились все красивее, красивее, больше, да? Так. Невероятно. Так, следующий стол. Ваш вариант категории? Любовь. Юность. Юность. Итак, юность. Какой спорт мама любила в молодости? Я всегда говорю, если бы не какие-то в жизненные вопросы, наша мама была бы альпинисткой. А можно плавать просто? Итак, плавнее. Итак, какой спорт мама любила в молодости? Волейбол. Волейбол. Ах. Люк атлетик. Люк атлетик. Лыжи. Да, вы не поверите. Самый сложный спорт. Лыжи. Моя мама любила лыжи. Вы представляете? А вот здесь еще ты узнаешь у своих родителей, когда готовишь игры на их день рождения. Итак, ваша категория, пожалуйста. Все осталось. По одному есть везде. Дедушка. Чему научил дедушка? Чему? Чик-чик-чик-чик-чик. А, что? На велосипеде. На велосипеде. Бегать велосипедом. Первый велосипед. Потом бегать велосипедом. Что еще? Еще? Давайте, спите хотя бы еще две. Играть на пианино, или уже правильно? Считать деньги. Считать деньги. Ого, это тоже навык хороший. Конечно, это очень помогает. Читать. Читать, правильно. Ну, вообще, всему, по-моему, дедушкам. И петь. И петь. Еще что? Мне кажется, я мало написала. Что еще? Диафильмы любить. Диафильмы любить. Ой, даже я люблю. Еще что? Любить церковь. Любить церковь, да. Что еще? По строительству. По строительству. Мама скрывает это, но она черчужится. Да, по строительству. Чертить, да, строительство. В общем, дедушка, чему только не научил. Да? Правда же? И музыке, и даже вождению машины он учил в Америке уже. Правда? Молодцы. В общем, получает. Что еще на каньках? Даже представляете, какая прелесть? Папа учит дочку, как отцовенько. Романтично. Так, следующий стол. Так, следующий стол. Диана, Олег, кто там, Майя. Какую категорию? Что осталось? Что осталось? Ну, тогда что, детство? Итак, последний вопрос в категории детства. Летом мама часто ездила в город Майкоп, из которого наш дедушка, да, в Краснодарский край. Что мама любила делать в Майкопе, маленькая мама? Учитывая, что все кузены-мамы были мальчиками. Лазят по деревьям. Ой, Диана, ну откуда ты знала? Я просто, я думала, я вам, я думала, я вас всех просто шокирую. Кальками, лыжами, лазаним по деревьям, а тут, оказывается, я одна маму так плохо знала. Она лазала по деревьям с мальчишками. Это правда, Диана. Вот такая у нас мама. Итак, осталась юность, любовь и... и поезда. Итак, следующая группа. Пожалуйста. Какой вопрос? Юность. Юность. Все говорят, любовь, любовь, любовь. А там юность. Окей, поехали. Вероника. О, этот вопрос. Это, как говорится, спонсирован моей дочкой, которую она сказала, будет очень хорошо задать. В каком возрасте у бабушки Иры было первое свидание? Сразу прошу прощения у родителей, которые хотят активно воспитать своих детей. Итак, сколько было лет бабушки, когда она получила билетик в цирк? Четвернад. Ой, тыс... Наташа. Ой-ой-ой-ой-ой. Я совершенно поколения не ожидала, не ожидала, не ожидала. Семнадцать. Семнадцать. Четырнадцать. Вот видите, в Казахстане люди ходят с более приличных правил. Так. Что там? Четырнадцать. Вау. Ну а стол-то который? Вот Вероника задала вопрос. Давайте Веронику и послушаем, Вероника. А, точно стол, вариант 14. Итак, мама, правильный ответ. 15. Представляете, какой солидный возраст. 15 лет. Это вам не какие-то 14, это уже целых 15 лет, вы понимаете? Опять-таки, мой муж мне говорит, пожалуйста, эти истории нашим детям не рассказывать. Ай-яй-яй, простите, пожалуйста, Алла. Итак, остались поезда и любовь. Которого? Ну, кому угодно, я не знаю, давайте сначала начнем это. Итак. Любовь. Итак, любовь. Когда папа делал предложение маме, он подарил ей календарик, на котором, кстати, календарик был с Мишкой олимпийским, потому что в тот год были олимпийские игры в 80-е годы, были олимпийские игры впервые в России. Итак, на этом календарике отмечены две даты с разницей в одну неделю. Почему папа подарил календарик и почему он отметил там две даты? Вот подсказывает, наверное, одна дата, это когда согласилась мама. Да, очень близко. А вторая? Очень близко. Наверное, день рождения. Итак, мама, давай я дам тебе возможность, чтобы не дезинформировать публику. Первый этап, это был день, когда он сделал предложение и дал мне неделю срока ответа. Через неделю ты мне должна сказать, что я не знаю. Более, это я не сказала. Видите? Я не пойму, что у вас так работает. Нет, это всегда так по-моему, раньше работало. Через неделю, чтобы дали ответ. Представляете, интересно, да, раньше было? Вот у кого-то из моего поколения такое было, календарик, две даты, там, дать ответ. Вот, интересный, да, такой способ? Весьма. Календарик у нас клеен, кстати, в семейном альбоме, так что. Календарик сохранен. Итак, последняя, значит, группа, пожалуйста, последний стол. У вас одна категория осталась, это поезда. Вы не против, да? В 90-х годах не было телевизоров. Ну, не было тогда у нас интернета так распространено, да? Не было компьютеров на даче, в котором мы проживали все лето. Регулярно ходили электрички. Они ходили каждый час, представляете? И практически всегда мы всей семьей встречали папу. То есть встречали, я имею в виду, не просто ходили встречали, а вот его встречали. Откуда мама знала, когда приедет папа? Ну, это с подбухом вопрос. Короче, мама собирала всех четырех детей. Вивела их, как я уже сказала, 10 минут с детьми 15 на мне на платформу. Вы заходили раз в час, и, по сути, папа никогда не звонил, и не мог к маме сообщить, когда он приедет точно. На такой электричке. Как же так, наш папа всегда будет встречать с детьми и всей семьей. Виталик на прошлом сделала. Что? Виталик на пробу и перевалил. А, да? Дядя Ваня сказал, что Виталик в этом проповеди говорил. Но я в воскресной школе пропустила меня. Сейчас проверим, что пробуется. Сейчас проверим, что пробуется. Он приезжал в одно и то же время, на одной и то же электричке. Правильно? Правильно. Ну, Адинадия, какой у вас вариант? По улице все же на электричке встречать, наверное. Нет, все право. Так, мама, скажи правильный ответ. Через час. Почти. Ну, мне кажется, ты немножко не так задала вопрос. Ты хотела сказать, как дети видели, что папа приехал? Нет, я хотела сказать, что мы ходили на все электрички. В общем, последние. А, которые были входящие. А как дети еще? Нет, вы представляете, для меня сейчас событие века. Вообще детей одеться и с ними пойти куда-то прогуляться. У меня есть дешево, сиралка и все. Мама собирала четырех детей. Еще нас наряжала, прически делала всякие. Полы намывала. Еще говорила нам, там, ничего не пачкать, не дрогать. Всех четырех детей, без колясок в основном. Она тащила 15 минут в один только конец, чтобы проверить, а не приедет ли папа в 6 часов. А вдруг... И вы представляете, практически папа всегда был встречаем всей нашей большой семьей. Правильно? Это вообще... Я слушаю, думаю, что-то тут не то. Он всегда работал два через два, поэтому приезжал. На два дня, через два дня. Но, кстати, еще интересно. Кто может отгадать, кто еще бежал с моими детьми? Может, кто-то отгадал? Кто еще был с моими детьми? Их было шесть. Вероника с темой. Всегда бежали тоже. Я в ней выходила и всегда не встречала гостиницы. Это всегда уже было так, что они встречают. Они были такие же маленькие, как в Спасе. Да, надо отметить, что мама моя была с нами все лето, и вообще было все наше детство с нами дома. Потому что папа наш так сильно работал, всегда на тяжелых работах, всегда старался, чтобы мама была дома, чтобы обеспечить семью, чтобы мы были с мамой, чтобы мы были дома, не в детском саду, а в доме с семьей. Но у нас пришло время подсчитать победителей. Итак, кто набрал 500 баллов? Поднимите руку. Кто набрал 400 баллов? 400 баллов, да? Вы еще и считаете? У вас тысяча? 50% два-два, две-два, три, хорошее. Конечно. А, вы хороший ответ все время давали? Это мы сами оценивали свой ответ, какой-то хороший. Я поняла. Например, когда ехали в Ликвичке, я сказал, что папа его медицинер. Да. Когда ехали в Баряк. О, ну, да, действительно, весьма близко. Можно, видите, отдать их. Ну что, у вас там сколько, Ларис? 900. Вау, какой близкий бой. Я даже не знаю, какой-то надо еще бонусный вопрос задать. Ты не можешь какой-то вопрос задать такой каверзный? Каверзный, прикаверзный, а? Так, вроде, я сразу от тебя даю. Не, ну, такой, чтобы он очень каверзный был, а? Ну что, можно задать, а? Ну, кого же мы назовем победителем тогда? Вот, родственники, и вот... Родственники, родственники, родственники. 990. 990. Ну, вот, а тут есть тысячи. Давайте гостям, давайте. Я задам еще один вопрос. Да, вот, если мы двумя командами учились. Что остановило маму от того, чтобы идти учиться в музыкальном училище? Что остановило маму от того, чтобы она собиралась... Нет, два стола. Она собиралась идти учиться в музыкальном училище. Очень хотела, но что-то ее остановило. Спасибо. Не зря Тимофей тебя называют мудрец. Бороды нет. Уже не будет, уже бороды нет. Ай-яй-яй, зато маме какой подарок, вау. Итак, почему? Есть варианты ответа? Чтоб сломала? Чтоб сломалась. Родилась, Оля? Нет. Конец карьеры. Так. Палец сломала. А у вас какая, Оля? Точно. У нас? У нас вкусом мало. У нас? Да, у вас. Я думаю, что может быть еще, что музыкальным людям труднее в церкви. Музыкальным людям было труднее в церкви. Так. Телефонной будке придавила пальчик. Пальчик придавила в телефонной будке. Ай-яй-яй. Ну и как? Какой вариант ответа правильный? Конечно, моя сестра родная знает. Конечно. Ну так что же мы? Уступим нашим гостям? Или все-таки родные достались? Давайте, давайте уступим. Все-таки они меньше знают, но они все-таки будут справедливее. Правда? Давайте. Они так старались, такие давали оригинальные ответы. Итак. Субтитры создавал DimaTorzok